доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемая психофизиологическая комьюнити на ваших экранах вы сейчас видите фейковые результаты методики ммпи то есть это результаты нереального живого человека а просто прощелканные результаты мною лично прощелканные результаты по 377 7 утверждениям методики ммпи уважаемые коллеги надо понимать что тот дебилизм который прописан 749 приказе минздрав российской федерации по медосмотрам это настоящий самый настоящий дебилизм дедушки старички сказали что надо проводить методики обследования ммпи пзмр цзмр рдо вариабельность сердечного ритма ну и ряд еще других там измерения пульса давление так далее так далее так далее все это на их совести это бог им судья как говорится мы с вами как будто не было должны четко понимать что наряду с ммпи необходимо полноценно проводить такие методики как 16 факторный опросник раймонда котелла методику невротизации психопатизации методику уровень нервно-психической устойчивости методику уровень субъективного контроля методики патопсихологические как то шульте равен ну и так далее не буду их все перечислять вам они прекрасно известны в приказе все это очень ограничено очень сильно мы с вами должны понимать что полноценно работать мы должны не только с помощью методика ммпи но и другими методиками методика ммпи очень хорошая да вот метафору если я очень люблю ее приводить эту метафору своих видео своих примерах что методика ммпи это лишь одна из капель как вот человек невидимка он становился видимым когда на него падали капли дождя и он в этих каплях дождя становился видимым и тогда мы что-то могли видеть и сказать об этом человеке об этом человеке невидимке то же самое здесь ммпи это большая крупная большая капля упавшая на человека и мы действительно можем что-то о нем сказать и что-то о нем рассказать увидеть его подлинное состояние его подлинную сущность суть его психики личности но надо понимать что чем больше этих капель методик упадет на этого человека тот же раман котел 16 факторный тоже уиска нп у мп равен код ряд других методик их не очень много несколько десятков тем точнее мы сможем диагностировать любого человека это надо четко понимать ммпи дело хорошее но отнюдь не самодостано самодостаточное но и в то же время недостаточное для полноценной качественной диагностики поэтому прошу вас принимать все мои видео по поводу этих методик pzmr czmr rdo mmpi и так далее только как крик души по поводу 749 приказа приказа ростехнадзора надо четко понимать что работать мы должны всем и вся прошили нам диапазоне они только вот этими с формальной точки зрения ограниченными методиками это примитивный очень примитивный непрофессиональный подход деятелей организаторов от медицины 749 приказ о нем идет речь и это надо понимать на этом все благодарю за внимание и удачи вам